В конце августа мы приехали в село Стенькино по просьбе родственницы двух бабушек, ветеранов Великой Отечественной войны. Попав впервые в их хоромы, мы поразились тому, в каких условиях бедным старушкам приходится буквально выживать. Вечно текущие крыши, угрожающе провалившаяся в пол печка, гнилые окна и стены, не намека на канализацию. А местные администрации и сельсовет на просьбы о материальной помощи лишь отписываются, мол, у самих денег нет. Спустя два месяца вновь навестив бабушек, мы были приятно удивлены. Вот вам и новые окна, и крыша, и свежий ремонт. Только вот сами бабули не рады вовсе, ведь ремонт пришлось делать своими силами. Ни администрация, ни сельсовет, никто старушкам так и не помог. Люди приходили к нам, закупали, а ремонт делали люди бесплатно. Придут с работы, прям к нам идут. Скажи, Сережа, потом. К нам приходят и делают до 12 часов. А с 12 они уходят, а утром опять на работу. Вот эти добрые, дай бог им доброго здоровья, кто нам помогал, господи. Старшая сестра Анна Катерина после ремонта слегла, приболела. Теперь долги раздавать нужно будет, а это ни много ни мало 150 тысяч рублей. Откуда, скажите, у 90-летних бабуль такие деньги? Да и дел в доме, хоть отбавляй. Забор вот покосился, той же канализации нет, а над крышей угрожающе наклонилась старая березка. К нам приходили, все смотрели, все вот сделаем. Я все им говорила, вот так и так. Помощи и администрации все приезжали, я уж их не запомню. Все обещали, и никто ничего не сделал. 2 октября у Екатерины Абрамовой был юбилей, 90 лет. Пришли представители местной власти и торжественно вручили ветерану войны чайник и полотенце. Ну, как говорится, и на том спасибо. Спасибо.